МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сквозь реки и тайгу строительство дороги на Марганцевое месторождение в Кемеровской области возобновилось. Родные приемные дети. В Ширинском районе опекунские семьи обменялись педагогическим и жизненным опытом. Отопительный сезон под угрозой срыва. Общий долг коммунальных компаний региона перед энергетиками более 400 миллионов рублей. Львиная доля долга 97 миллионов приходится на Хакресводоканал. Более 26 миллионов должны коммунхозы Ширинского района. 45 миллионов – черногорцы. Коммунальщики Устебаканского района – почти 25 миллионов рублей. В других территориях картина не лучше. При этом сами коммунальщики повсеместно говорят о том, что плату жильцов они взимают регулярно и в размере 90-95%. Однако свои долги почему-то не платят. Энергетикам пришлось обесточить уже 40 котельных, которые не влияют на обеспечение людей горячей водой. Однако на этих объектах не ведутся ни ремонт, ни реконструкция оборудования. А это может отрицательно повлиять на потребительский комфорт в зимнее время. Также сегодня нет электричества еще на 37 объектах, которые жизненно важны для людей в отопительный период. По словам представителей Хакэнергосбыта, в последние три года все чаще используется удобная для некоторых муниципалитетов схема. В начале осени появляется новая фирма, которая зимой обеспечивает людей коммунальными услугами. К концу лета фирма объявляет себя банкротом, и долги повисают в воздухе. А к следующей осени образуется новое предприятие, причем зачастую со старыми кадрами. Хакэнергосбыт, испробовав практически все методы, обратился в прокуратуру. Все объекты социально значимые, то есть котельные и прочее, это управляют организации, у которых основной капитал 10 тысяч. То есть у них ничего нет, они ничего не боятся. У них арестовать имущество нет возможности, потому что его нет просто-напросто. Они в аренде взяли, у них основной капитал 10 тысяч. Все. В социальной аптеке Абакана не хватает бесплатных лекарств, причем только для региональных льготников, которых оказалось гораздо больше, чем было запланировано в бюджете. Елена Крылова выяснила, чем вызваны расхождения в цифрах и реальной ситуации, и главное, когда появятся жизненно необходимые препараты. Лидия Васильевна при помощи двух очков и линзы время от времени изучает рецепт окулиста. Через два дня ровно месяц, как он у нее на руках. А пригодился пока только для чтения. Лекарств в аптеке нет. Мне нужно капать от давления, от глаукомы, это давление, и катаракту, витамины. Вот Квинокс мне выписывают, и в этом мне отказали. Это не только мне, это всем отказали. В новую социальную аптеку на Кирово льготники идут один за одним, а выходят в основном с пустыми руками. Это региональные. Для тех, кто признан федеральным, лекарства, по крайней мере, сейчас есть. Повезло. Это точно повезло. Потому что, ну как, за лекарствами полгода ходил, то нет, то льгота не та, то это. Рецепты эти вы переписываешь, пишешь. Короче, такая вот. В Минздраве объяснили, в Хакасии произошел дисбаланс. Федеральные льготники перешли в разряд региональных. А дело в том, что по закону от федеральных лекарств можно отказаться и получать льготы деньгами – 700 рублей в месяц. А если понадобится в будущем стать региональным льготником и в аптеку ходить за счет бюджета Хакасии. Таких больных с каждым днем все больше, а деньги закладываются только в начале года. На данный момент ситуация дошла до критической. Министерство здравоохранения совместно с Минфином провели специальное совещание в правительстве республики. Чиновники решали, где взять денег, чтобы сейчас купить лекарства льготникам. Решили, что придется перераспределить бюджет самого Минздрава. В результате в больницах Хакасии пройдет не такой основательный ремонт, как хотелось бы, а для нескольких медучреждений обновление автопарка останется только в планах. Принято решение сделать перераспределение в размере 7 миллионов рублей, чтобы закупить срочно вот эти препараты и погасить вот этот отсроченный спрос. Лекарства появятся в аптеке в течение месяца, но это лишь разовое решение проблемы. К слову, в соседнем Красноярском крае вопрос практически закрыли. Из регионального перечня убрали лекарства, которые есть в федеральном. И желание разбрасываться льготами у инвалидов отпало само собой. Елена Крылова, Владислав Пустовой, Вести Хакасия. Земельные участки для многодетных и молодежи должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Такую задачу глава республики Виктор Зимин поставил перед Минрегионразвития и руководством Устебаканского района. Особое внимание земельным участкам возле села Зеленое. Именно здесь в ближайшее время будет нарезано около трех тысяч наделов для многодетных семей. А в перспективе в этом же районе получат участки молодые семьи, специалисты и другие льготники. Заместитель министра регионального развития Хакасии Сергей Чернышев рассказал о том, что развитие данной территории будет осуществляться в соответствии с разработанной дорожной картой. Согласно генеральному плану, на участке площадью в 900 гектаров будет построено три стадиона. Три средние, одна начальная школы, четыре детских сада, пять домов быта, четыре торговых комплекса, административно-офисные здания. Начать возведение всех этих социально важных объектов планируется уже в ближайшее время. Что касается электричества и водопровода, сначала проведут временную схему, чтобы семьи могли начать строительство. А по мере застройки мощности будут увеличены. Для удобства будут открыты и маршруты общественного транспорта. С Минтрансом я им тоже ставил задачу, чтобы они отрабатывали транспортную схему. И, естественно, она должна быть у нас социальной. Потому что пока не обустроенная зона, люди будут туда ездить для строительства, они и так будут в нужде. Нам нужно сделать туда социальный маршрут. В Хакасии возобновилось строительство дороги на Марганцевое месторождение. Она пройдет по территории республики до Кемеровской области к месту залежи полезных ископаемых. Там, где не так давно была тайга, сегодня вполне проходимая автодорога. Наша съемочная группа на собственном опыте оценила качество и масштабы выполненных работ. Репортаж Алексея Гончаренко и Дмитрия Парахина. От Абакана до крупнейшего в России марганцевого месторождения без малого 300 километров по автодороге. Поселок Шира находится почти на середине пути. За ним деревня Беринжак, а дальше населенных пунктов нет. Но есть вполне хорошая грунтовая дорога. 90 километров в час здесь вполне допустимы. Три года назад была почти непроходимая тайга. Полгода назад мы вот так ездили? Да, это пролазное месторождение. Сначала вертолетом летали, потом лошадя не ездили. Вообще дороги нет. Потом вот так прыжали. Даже направления нет. И то иногда танк, вот этот маленький, да, ну в смысле вездеход. Лезет и потом вместе с грунтом вниз. Гусеницы вперед крутятся, а вместе с грунтом вниз. До будущего Усинского горнообогатительного комбината проложены почти 80% автодороги. Название месторождению дала местная река Уса. Это территория Кемеровской области. А вывозить концентрат будут через Хакасию в Красноярск на завод по переплавке. То есть в проекте задействованы три региона. Трассу сдадут в эксплуатацию, вероятно, в следующем году. Но если повезет с погодой, то, возможно, работы завершат уже этой осенью. То есть мы работаем круглые сутки. У нас нет ни субботы, ни воскресенья. Работаем вахтовым методом. То есть месяц работает, месяц отдыхает. Работают люди со всей России. В двухсмена задействованы порядка 600 с небольшим человеком. Не исключено, что в сентябре-октябре строительный сезон уже будет завершен. Начнутся снегопады. Здесь до сих пор лежит не тая с прошлой зимы снег. Год назад стройку пришлось заморозить вовсе не по погодным обстоятельствам. В Красноярске население поднялось против строительства завода ферросплавов. Ситуация была наподобие той, когда в Хакасии протестовали против кремниевого производства. От краевого центра, говорят авторы проекта, до предприятия по переработке марганца 22 километра. По их мнению, это большое расстояние, если говорить о безопасности. Похожие предприятия работают в Австралии, где очень серьезное экологическое законодательство. И там удаленность завода от города 3 километра. В Чехословакии 2 километра удаленность от горнолыжного курорта. Во Франции заводы на берегу океана. Специализированные институты проводят экологические экспертизы. Согласно одной из них, производство не нанесет вреда экологии. В разработку вкладываются большие деньги, порядка 1 миллиарда долларов. Проект стратегический. Без марганца невозможно произвести ни одной тонны высоколегированной стали. Например, рельсы для железной дороги. До 17% марганца. Вот почему поиск, когда эшелон переходит с одного пути на другую, к листовину. Эшелон идет, там тепловоз, да, он 138 тонн, одна секция, две секции. То есть сама рельсина прогинается, она же не ломается, не лопается. Разведанные запасы 130 миллионов тонн марганца. Этого хватит минимум на 100 лет добычи и переработки. Свыше тысячи рабочих мест, даже строительство дороги, говорят в администрации Ширинского района, принесло некий экономический эффект. Всегда дотационная на 98% деревня Беринжак два года живет без дотации, имея самодостаточный бюджет за счет налоговых отчислений. Алексей Гончаренко, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Сообщение о возможном землетрясении появилось на сайте администрации Минусинска. Мэрия ссылается на сейсмостанцию Тиберкуль и предупреждает жителей города о вероятных толчках с пометкой «в ближайшее время». Минусинцы даже называют предположительную силу подземных колебаний 4 балла. Эта информация быстро разошлась в глобальной сети, однако подтвердить данные ни одна служба не взялась. Большинство же интернет-пользователей в своих комментариях призывают не паниковать и не верить данному сообщению, так как предсказать сейсмическую активность, тем более за столь продолжительное время, невозможно. Между тем, эту новость администрация Минусинска разместила еще накануне. Три человека пострадали сегодня в утренней аварии, которая случилась в столице республики. Предполагаемый виновник ДТП госпитализирован с серьезными травмами головы и руки. По словам очевидцев, мужчина на отечественной шестерке влетел под грузовую «газель», даже не пытаясь тормозить. Константин Кравцов был на месте происшествия. Главный вопрос, который сейчас волнует инспекторов и пострадавших, причины аварии трех автомобилей. Очевидцы говорят, буквально на ровном месте синяя шестерка влетела под «газель». Тут же ее догоняет ехавшая следом серая «Лада». Водитель грузовика в негодовании. В даре своего сигнала шетофора. Мы стояли. Удар. Выходим из машины. Ну вот, вы сами видите, что получилось. Парень самостоятельно вышел из машины. Помогли ему дверь открыть. Он вышел самостоятельно. В шоковом состоянии. В негодовании и водитель серой «Лады» говорит, перед столкновением «Жигули» обогнали его на большой скорости, явно выше допустимой. Однако причин, которые заставили рулевого синей легковушки пойти на таран грузовика, Вадим Клестов не понимает. Просто прямо ехал. Когда он в «Газель» врезался, он даже не тормозил ничего вообще. Он просто как ехал в нее целенаправленно и все. Я и удивился. Я даже не мог подумать, что такое вообще может быть. Из-за аварии было частично перекрыто одно из направлений по улице Мира. Движение автомобилей было практически парализовано. В результате ДТП на больничной койке три человека. Ушибы получили два пассажира – «Газели» и «Жигулей». Серьезные травмы головы у предполагаемого виновника. Родителя шестерки. Мужчине около 30 лет. По предварительной версии он был трезв. Известно также разбитый и уже не подлежащий восстановлению автомобиль он взял у своего знакомого по доверенности. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Сегодня утром в Хакасию из полугодовой командировки на Северный Кавказ вернулся сводный отряд полиции. Домой без потерь вернулись 30 бойцов. На перроне их встречали родственники, друзья и коллеги. Торжественное построение на родной земле провел министр внутренних дел Хакасии Илья Ольховский. Он поздравил полицейских с возвращением и отметил хорошую службу бойцов, которые полностью выполнили поставленные командованием задачи. Полицейским вручили благодарственные письма от главы республики Виктора Зимина. В Чечне хакасские полицейские несли службу на КПП. Занимались пропуском служебного транспорта в зону расположения штаба силовиков. Половина сотрудников ехали в командировку не впервые, многие второй, третий раз. В данный момент в Чеченской республике стабильная обстановка, то есть каких-то боестолкновений с личным составом происшествий не случилось. То есть все мы вернулись живыми, здоровыми, радостными. В ближайшее время рекламных счетов, возможно, станет меньше, а распространители БАДов будут не столь назойливы. Федеральное правительство внесло изменения в законодательство, которые четко обозначают нарушения и ужесточают наказание за них. Все подробности в материале Алексея Баинова. Рекламное новшество вступает в силу в октябре текущего года. Рынок БАДов государство берет под контроль. Продавцы биологически активных или пищевых добавок обязательно должны указать, что это не лекарственное средство. Более того, запрещены цитаты, якобы излеченных с их помощью людей, и ссылки на методы лечения. Штрафы весьма внушительны – от 200 тысяч до полумиллиона рублей для юридических лиц. Есть и другие изменения. Помимо биологически активных добавок, которые также включили данными изменениями, ответственность на рекламу распространителей. Раньше несли ответственность только рекламодатели, в настоящий момент будут нести ответственность и рекламу распространителей. Изменения вступают в силу в октябре 2013 года. То есть с октября 2013 года нужно соблюдать крайние изменения, которые были внесены законом. Ужесточились и требования к наружной рекламе. Отныне установка рекламных счетов станет контролируемой. И основная ответственность ложится на муниципалитеты. Теперь местные власти обязаны проводить торги на право размещения, а затем утверждать рекламные схемы. Данная схема должна предусматривать вид, тип, размер, архитектурные решения рекламных конструкций, которые будут установлены на территории муниципального образования. В случае нарушения виновнику грозит штраф до миллиона рублей. Однако все эти нововведения не коснутся трансляции видеороликов в автобусах или зазывающих надписи на асфальте. Кому-то они мешают, кому-то нет. Пока рекламные призывы такого рода не подпадают под действие законов. Вопросы устройства детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в приемной семье стали главной темой очередного республиканского семинара-практикума для специалистов органов опеки и попечительства. Цель – познакомить с опытом работы муниципальных образований. В этот раз принимающая сторона Ширинский район. Какие меры предусмотрены здесь для того, чтобы ребенок не остался один на один с трудной ситуацией, рассказывает Юлия Константинова. Все дети Натальи Копчегашевой зовут ее «мамой». И свои четверо уже взрослых, и десять приемных. Точнее, нет для этой женщины чужих детей. Каждый из тех, кого она привела в свою семью, становится родным. У меня нет разницы, что дети – свой, дети – чужой. Я их не различаю. Как своих ругают, а этих могу ругать. И так же ласкают всех одинаково. И они видят, что я вот так. Ко всем одинаково. У нас вот так как-то проблем нет. Таких беспроблемных семей в Ширинском районе больше полусотни. Возможно, потому, что круглосуточно работает в отделе опеки и попечительства телефон доверия. Проводятся встречи с жителями фестиваля, благотворительные акции. Результат – за пять последних лет ни один ребенок, сирота или оставшийся без попечения родителей, не был определен в детский дом или интернат. Им удалось найти механизм взаимодействия органов опеки и попечительства, служб сопровождения с учреждениями социальной поддержки населения. Вот в этом, мне кажется, и уникален этот опыт. В отличие, например, от других территорий. Со следующего года в Ширинском планируют усилить еще и профилактическую работу с семьями кровными. Разработка программы, где предусмотрена финансовая поддержка, уже идет. Главная же, основная причина неблагополучия – это же алкоголизм родителей. Я думаю, что если у нас будет эта программа, то мы сможем пролечивать родителей. Не то что кодирование, а непосредственно наркологическом диспансере, чтобы они проходили полный курс лечения. Это будет серьезный прорыв в решении проблемы сиротства социального. Одного из главных, согласно шкале болевых точек республики, который, надо отметить, в этом направлении неплохо выглядит на фоне других российских субъектов. За прошлый год у нас выявлено более 400 детей, что соответствует наполнению практически шести детских домов. И большая часть из них, порядка 90%, устроена в замещающие семьи. А количество интернатов в детских домах за последние несколько лет в Хакасии снизилось с 10 до 3. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, «Твести Хакасия». К этому часу у меня все новости. Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова